добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики сегодня сделаю небольшое отклонение от основной своей направленности ролик будет не по теме аккумуляторов немножко по другой теме вот у меня есть такая электрокаменка которую я использую своей бане баня у меня находится в квартире 4 комнатной квартиры у меня и всю жизнь я мечтал о бане своей квартире а сауне и в тринадцатом году или годе моя мечта наконец-то сбылась и когда строю востригал эту баню свою в то время электрокаменок был еще не очень большой выбор вот я привезли мне такую электрокаменку челябинска порядковый номер 8 производства также челябинск и три года три года это батарей батарейка болен уже мозги поплыли немножко это печурка у меня отработала на ура первое время как как только баню запустил первый месяц мы парились каждый день каждый день но потом конечно потихоньку начали реже включать баню ну два три раза в неделю но сейчас два один два раза в неделю банка мы в любом случае включаем но проблема появилась из-за тем те тены которые были установлены в этой электрокаменки они были снежавейки и отгорели вода куда крепится контакты сейчас вот такие контакты отлетели отгорели и я тены выкинул совершил очень большую ошибку так как те тены заводские были снежавейки и потом я начал приобретать тены которые у нас продавались но они были черного металла и соответственно они долго не ходили вот эти последние тены типа таких были 60 сантиметров это 40 заводские были 60 сантиметров и снежавейки допустил большую глупость что их выкинул надо было что-то придумать с этими выводами но после пожара как говорится и насос так вот привезли очередные тены мне челябинска сын привез и уже вторая пара вторая пара сгорает таким образом условия конечно от перепада температуру они долго не держит электрокаменка мы подливаем воду но это я во второй части ролика все покажу продемонстрирую как это все работает сейчас наша задача модернизировать немножко и восстановить электрокаменку потому что мы уже месяц без парилки какой месяц уже на два месяца после нового года несколько раз попарились вначале вышел из строя один тен потом 2 это эти тены по 1 и 6 киловатта то есть здесь у нас 32 киловатта заводка было 3 устанавливал доходило до 5 киловатт нормально все работало ну ты не долго не служит черного металла поэтому решил вкорячить сейчас минуточку решил вкорячить вот такие тены буду вставлять вот этот н у нас от какой-то духовке импортной вот этот тен тоже снежавейки 2 киловатта и пока один нашел такой тен от плитки электроплитки мечта наверное после обеда съезжу в магазин по моему у нас продавали все такие новые если что поставлю парочку вот таких и и один вот такой тем что ж пока отключаю буду все разбирать вытаскивать сгоревшие тены возможно придется где-то засверливаться а возможно нет и и будем как говорится мароковать пока отключаемся итак друзья вытащил сгоревшие тены выкинул их уже так и определился что буду устанавливать вот такие ночь одна будет почти до верху и вот эти две два тена будут на подогреве нашел в магазине прикупила и еще один такой т.н. от мечты один у меня был был уж на еще наверно совет до советский там 90 лохматый год на ней написано так и теперь нам нужно избавиться от проблем и вернее избавиться от той проблемой которая постоянно не давала нормально функционировать этой электрокаменки дело в том что вот за счет прогрева тем у нас обгорали постоянно контакты вот вот это перемычки которые соединяли между собой тены вот как видно очень большая тепловая нагрузка это медные но на мид совсем не похоже они сильно обгоревшие очень большая тепловая нагрузка на них лежит и и чтобы от нее избавиться я буду отсекать это тепло от основного нагревочного назовем это боксом чтобы звонят сейчас отвечу и продолжу а значит не помню на чем осадовался но суть дело в том что нам нужно отсечь это этот тепловой удар и чтобы наша вода наша наша проводка не испытывала таких тепловых нагрузок значит буду отсекать вот такую разботка не вырезал два кружочка сейчас замочу их в жидком стекле провожу снизу и эта конструкция будет сохнуть у нас до утра поставим ее до утра что будет утром посмотрим утром и так пока запись отключаю замочу и потом покажу как это дело обстоит в суровом виде и так наша прокладочка уложена пропитана основательно пропитана жидким стеклом или силикатным клеем как угодно можно это называть так если кто будет работать небольшой ловхак если кто будет работать с жидким стеклом без перчаток клей очень плохо смывается с рук но слабенький раствор уксус уксуса или уксусной кислоты делает чудеса смывается моментально так ну что будем ждать пока просохнет просыхать будет до утра и завтра начнем остальную модернизацию модернизировать надо будет еще низ надо будет здесь высверлить несколько дырочек для вентиляции чтобы уменьшить нагрев именно в водов и будем устанавливать тенки но сегодня пока все чешу до дому и так наша теплоизоляционная прокладка высохла прекрасно склеилась с основанием ну то есть снизу имеет такую твердую структуру и при нагреве силикат он превратится в очень мощный теплоизоляционный слой и я надеюсь что контакты на вводе подгорать будут меньше или практически не будут вот теперь надо высверлить здесь вентиляционные отверстия в основании каменьки буду наверное помою и протру чтобы она имела более презентабельный презентабельный вид и начну устанавливать тены устанавливать тены и затем начну их коммутировать ну вот друзья бывает и такое при испытаниях взорвался тен очень громкий был выстрел вот этот тен двухкиловаттник который я хотел установить он взорвался и он с него что-то повысыпало и у меня здесь дымовая завеса вот так вот хорошо хоть решил провести испытание на месте видимо кварцевый песок здесь внутри и хорошо он хлопнул прям громко куда как будто аж до речи потерял как будто петарда взорвалась у меня в гараже вот так вот ну что ж придется докупить еще один такой вот тен от электроплитки выхода другого не вижу завтра прикуплю и буду браковать дальше ну вот отодрал почистил выглядеть теперь моя печурка моя каменка как новенькая зеркало так и в корячу 3 тена 3 тена от плиты от электроплиток теперь кроме этого высверлил отверстия вентиляционные перекрепал по новой все печку перебрал собрал и теперь займусь коммутацией и самой главной модернизации которую я хочу от этой печки сделать но они чуточку позже чуть-чуть попозже пыль после вчерашнего взрыва так и лежит там но ничего страшного это видимо кварц с этого взорванного тена высыплю остатки этого порошка и наверное засыплю вниз ее на поверхность этой нашей прикладки вот так вот итак друзья сделал коммутацию сейчас произведу контрольную проверку как греет наша печка и приступлю ко второму этапу модернизации нашей электрокаменки ну что ж включил и буквально за пять минут тены нагрелись до красна ну что-то у нас старая старые тены отстают посмотрим возможно где-то плохой контакт нет плохой контакт быть не может возможно из-за того что это бэушная тена она вот такого цвета у нас греет руку не удержишь хорошо так потребление тока у нас это 12 ампер так 2 ампера у нас мое оборудование берет и 12 ампер берут эти тены ну что ж будем отключать в принципе первый этап у нас закончен ну друзья наконец-то мы подошли к основной модернизации нашей электрокаменьки это вот такая простейшая конвекция которая будет установлена и включаться вместе с тенами вот такой обдов который позволит увеличить теплоотдачу и ускорить прогрев я надеюсь прогрев парилки но как это будет выглядеть будем делать эксперименты в среднем баня прогревается от 3 до 5 часов до 80 градусов посмотрим сколько с этой системы конвекции будет греться наша пари очка ну что ж друзья наконец-то наша электрокаменька добралась до места до места до места своей постоянной дислокации сейчас проведу небольшую экскурсию по месту и основной работы значит вот таким образом устроена баня пришлось здесь увеличить эту прихожку здесь была прихожка широкая и порядка семидесяти сантиметров мы с этой прихожки забрали для баня чтобы у нас все вошло вот вот такой значит у нас ход это у нас вот так вот выглядит горшочек это моечное отделение значит душ с тремя видами душа ванна так называемая как бы джакузи небольшая раковинка это арестон летом отключает горячую воду вручает но небольшой лайфхак у кого такие же арестоны здесь было сенсорное управление но в том году приказала долго жить и наши электрончики ковырялись ковырялись не знаю возможно у себя в носу так и не смогли сделать а мыться надо было и поэтому я сделал очень просто сейчас включу вспышку вот так вот и значит вот таким образом я переделал под обычные регуляторы вот сейчас не автоматически но ручной режим тепло одинаково что на автомате что на ручном режиме и вот наша сауна вот здесь располагается наша сауна это типа раздевалочки и вот она сама парилка ну сейчас вот здесь у нас камни которые будем складывать в нашу электрокаменку вот это ее штатное место здесь штатное место электрокаменки здесь она стоит здесь я перекрыл дерево азбест азбестовой тканью чтобы уменьшить типовую нагрузку на дерево вот это полки веник кстати веник еще есть у нас правда бушный вот так вот это вагонка черная как ее называют блин это ольха черная так вот сейчас мы зашли вот это вентиляция выходная вот это такое вот такое освещение освещение кстати 12 вольт и здесь стоит лампочка так вот сейчас у нас на градусники 31 градус нет не 31 32 градусник немножко подбирает показывает неправильно но в принципе можно понять что пошла температура или нет это вот такие камни использую в основном это кварц и сверху привез сочей вот такие камни морские это я все покажу это у нас удлинитель расширитель и отбиватель на электрокаменку тоже сделан своими руками для для чего покажу чуть позже сейчас займусь установкой вот стоит датчик терморегулятор но к сожалению автоматика отказала и поэтому паримся и смотрим за температурой чисто визуально вот значит длина полка вот этого полка 208 и здесь у нас метр 45 то есть втроем легко и свободно в этой парилочке которая находится будем так говорить в квартире легко и просто можно париться здесь у нас еще есть место небольшого бардачка небольшая кладовочка можно складывать все что угодно у нас кастрюльки совочек еще что-то там но это такой уголок хозяйки так вытяжку я показал вытяжка закрывается когда когда паримся закрывается открывается когда проветриваем после после окончания банных процедур так сказать но в принципе вот это выход финская дверь вот такой краткий экскурс пока пока я буду заниматься установкой вы посмотрите каким образом это баня строилась ставлю этапы строительства размеры стихийного бедствия сумма уточняется прихожка полный пиздец так это обучение частей 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Продолжение следует... 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 поводу ввода, вот у меня два ввода и отдельный ввод у меня на баню, то есть вот это вот у нас для бани 32 ампера, а это 25 на квартиру. Провел, проштропил отдельно канал и медный кабель 4 на 2 квадрата. Итак, забыл сделать замер температуры. Время у нас 10 минут, тогда было не без 5, 8, а 5 минут. То есть, ну, сейчас буквально прошло 7 минут у нас после начала наших испытаний. Так, на градуснике 32, 32 градуса. Так, что нам покажет пирометр? Пирометр показывает 27. Так, здесь вот у нас 28. Что тот врет, что этот врет. Ну, вы знаете, за 7 минут уже чувствуется, что баня потеплела. Раньше, до вот этого конвекционного модернизирования, баня грелась в среднем от 3 до 5 часов. Летом 5 часов, зимой, ну, в среднем 3 часа, потому что здесь у меня теплые полы. И в бане постоянная температура больше 30 градусов, поэтому баня прогревается быстрее. Летом 4-5 часов. Это при 3-х киловаттных тенах. При, когда ставил 5-киловаттные тены, то, конечно, это было очень быстро. Два часа, полтора-два часа зимой, и два с половиной, три часа летом. И температура доходила. Ну, не доходила. Больше 80. Я не люблю пар, не люблю париться. Догоняю до 80. Отлично себя чувствую. Прогреваю свои старенькие косточки и после паривки чувствую себя великолепно. Так, ну что, время замерили, температуру замерили. Ждем результатов испытаний. Но будем делать замер через каждый час. И посмотрим за динамикой прогрева нашей паривочки. Так, друзья, один час у нас из колоды выпал, потому что отгорали тены. И здесь была дымина неимоверная. Но сейчас вроде проветрилось. Поэтому начинаем новый отсчет с 9 часов. Ну, у нас 40 градусов. Давайте начнем новый отсчет времени. Итак, друзья, прошел еще один час. Давайте посмотрим, насколько у нас до скольки нагрелась моя топорилка. О, 60 градусов. Отлично. Да, ну, час мы ликвидировали на обгорание тенов. Ну, сама каменька-то нагревается. Ладно, будем считать, что два часа у нас греется. Давайте еще часок подождем и посмотрим. Не часок. Я загляну, как добежит до 80 градусов. Итак, друзья, прошло три часа. Давайте еще раз заглянем. А, хорошо, как. Так, ну, видим 72, где-то 73 градуса. Так, сейчас минуточку замерим температуру камней. Так, не показал, куда я поставил конъекцию. Вот она стоит недалеко. Прямо, можно сказать, близко к электрокаменке. Вон, видно, что хорошенько она продувается. Вон, там какая-то пылинка или что-то лорсинка. Видно, что конвекция работает как положено. Вентилятор не мощный, такой слабенький, но его вполне достаточно. И за три часа, грубо говоря, за три часа банка прогрелась. Сейчас замерим температуру камней. Забыл пирометр, сейчас гоняем. Итак, давайте замерим. 184 градуса. Ох ты, бля, какие 180. 200. Ну, вот, а 200. А, хорошо греет. Так, ну и посмотрим, как у нас будет происходить процесс. Парообразование довольно тепло, и тепло хорошо. Ну, камешки. Конечно, еще и погреться надо. Еще полчаса, и можно париться в полный рост. Вот, замочил веник. Сейчас, это последнее включение нашей записи. Сейчас посмотрим, сколько за это, за три часа намотало электроэнергии. Чтобы примерно вы смогли ориентироваться, сколько эта баня потребляет. И на этом наш ролик будет закончен. Всем хочу пожелать добра и удачи. С легким паром. Вернее, не так. Здоровье и с легким паром. Сейчас пойдем замерим. Посмотрим, сколько намотало. Итак, было 230. Сейчас 241. То есть, за три часа сгорело 11 киловатт. Ну, в принципе, я считаю, что отлично. Ну, все. На этом ролик окончен. Всем добра. Удачи. Всего доброго. Друзья, уже попрощался с вами, но решил опять поздороваться и сделать небольшое дополнение. Так. Ровно четыре часа прошел. Сначала нашей банной вечеринке. Вот как раз мы видим 80 градусов. Я уже немножко погрелся на 74. Ну, это, конечно, не то. Вот сейчас вот так. Прям здорово. Чем хороши тены, которые находятся в самом низу. А тем, что можно подливать водичку, уже сейчас не выключает тен. Ох, рукоятка как нагревается. И смотрите, что получается. Отличный порог. Ох, как хорошо. Ну, вот. На этом, на этом мы ролик и завершим. А вот теперь всем добра, удачи, здоровья и легкого пара. Всем пока. Том, да. То, да.